Сегодня классный красный день, классное солнце. Но я хочу один вопрос вам задать. Если есть здесь верующие люди, то все знают, что в конце жизни есть, что нам отдавать и кто нас будет судить. Один просто элементарный пример. Мы заходим в магазин и мы берем в тележку все, что угодно. Но мы знаем, что там нужно заплатить. Мы сегодня живем в этом мире, будто там ничего нам не нужно заплатить. Мы что, все, что угодно мы делаем. Все, что угодно в нашей жизни мы делаем. И никто нас не может за это судить. В принципе, в Библии наказано, что суд не будет быстрым, потому что Бог терпит и ждет. Мы сами сегодня видим, сегодня можно бить человека, вроде ничего и не будет. Ну, там словят посадь. Сегодня изнасиловал кого-то, исчез, пропал, замяло. И ты думаешь, как этот человек живет на этой жизни. Его же надо, чтобы Бог наказал, чтобы небо отворилось и стрелы... Ну, мы так себе это представим. Но мы видим, что такого не бывает. И эти сволочи и так далее, и люди, которых мы так называем, они живут дальше. Это говорит о том, что Бог долго терпит. Он дает нам шанс и надежду. Именно поэтому мы должны сегодня знать, что в конце жизни нужно заплатить на кассе, с карточки, с кредитки, неважно откуда, будет расплата. И поэтому мы своими силами не можем прийти к Богу и сказать, все, вот я сдал экзамен, спасибо, давай мне все. Такого не будет. Он будет смотреть на одно и единственное, что есть в этой вечности. Это на кровь Иисуса Христа, которая была на кресте. Без Его жертвы мы не можем попасть в вечность Бога. Вы должны об этом знать. Мы, наверное, об этом слышали в детстве. Мамы, папы, бабушки об этом рассказывали. Православной церкви. Ладно, не буду. Веником в лицо утром, 4 утра, один раз в год и так далее. Мы об этом все знаем. Но когда люди умирают, они спрашивают всегда один и тот же вопрос, а что дальше? И им спрашивают, а как ты жизнь свою проживаешь? Я хочу извиниться. Это два вещи, к которым мы приходим в конец жизни. Что будет дальше? Я хочу извиниться. Простите меня. Так я хочу, чтобы мы сегодня не жили так, чтобы у нас было в конце единственное из наших уст. Простите. А я хочу, чтобы мы так жили, чтобы мы сказали, Бог, я готов, я хочу к Тебе. Я благодарю Тебя за мою жену, за моих детей. Именно поэтому и здесь каждую субботу проповедуется Евангелие Слово Божие. Аминь. Я благодарю Тебя, Господь, за этот матч, Господь. Сегодня классно будет играть, Господь. Иди, пожалуйста, самое главное, Господь, чтобы между нами был мир, Господь. Поверь, любовь. Мамолитвы Иисуса Христа. Аминь. Команда, пожалуйста, у Божьей команды. Альфа, заходим, приветствие. Слава Украине! Героям Слава!